Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал Счастливая Улитка. Книга Азика Азимова. Конец вечности. Книге нужен срочный ремонт. Оторвался корешок, и книга развалилась на части. Она была в мягкой обложке, и ей скоро уже 40 лет. Это 21-я книга, которую я показываю, как ремонтирую на камеру. Книгу ремонтирую для себя, не на выставку, как мне писали. Показываю, что делаю и что получается. Я не делаю все идеально, и ошибки, которые я делаю, я их тоже показываю. Показываю, что было, что сделала, что получилось. Я уже очень давно читала эту книгу, и не совсем уже помню, о чем она. Прочитаю заново, когда отремонтирую. С торца книги, насколько смогла, ободрала клей, остатки картона, бумаги, в общем, все, что там было. И вот, что у меня получилось. На книге отметила точками, где книгу нужно просверлить, чтобы потом ее прошить. Книга просверливается дрелью, тонким сверлом. Сверлю не я. Обложки с книги сняла. Сверлить обложки не буду. Книга просверлена. Дальше сшивать иголкой и ниткой по уже просверленным дырочкам. И далее я буду приклеивать ткань. Связала синий каптал. Его тоже буду приклеивать. Книга была в мягкой обложке, будет в толстой обложке. Соответственно, тут теперь нужен каптал. Книга сшита. Обычными белыми нитками и иголкой. Далее я буду приклеивать белую ткань. Клею. Намазала клейм и приклеила также синий каптал. Сверху книги. Клей ПВА строитель. Универсальный. И оставила сохнуть. Сохла почти сутки книжка. Все приклеилось. Вырезала картон по размеру книги. И буду использовать белые обои. Клею клеем ПВА, который уже показывала. Приклеиваю вот эти картонки к обоям. Приклеила. Загнула обои. И также приклеила клей. Вы сейчас видите то, что получилось. Оставила высыхать почти на сутки. Затем, когда уже высохла, продавила на обоих дорожки деревянными палочками. Сейчас эти палочки вы видите в видео. Обложка готова. Теперь буду вклеивать книгу. И тут я увидела ошибку. Я неправильно измерила. Обложка получилась гораздо больше, чем нужна этой книге. Буду исправлять. Отрезать. Займет, естественно, все это теперь больше времени, чем планировала. Итак, белый лист А4. Сначала приклеиваю ткань к обложке. Потом приклеиваю бумагу. Лист А4 тоже к обложке. И так же буду делать с другой стороны. Лишнее потом буду отрезать. Лишнее из-за того, что ошиблась с размером обложки, будет не только лист А4, но и сама обложка. Оставила сохнуть почти на сутки. Приклеила. Лишнее обложку, которая сильно больше, и листы А4, которые тоже больше, я отрезаю. Отрезала. Размер теперь обложки подходит книге. Но края обложки теперь придется и буду заклеивать. Исправляю ошибку в размере обложки книги. Вырезала из обоев, тех же белых. И к обложке с двух сторон буду приклеивать. Приклеила. Оставила высыхать. И еще почти на сутки. Получилось, как мне кажется, неплохо. Буду приклеивать обложку. И приклею остатки торцевой части книги. Это действительно остатки. Тут два кусочка, которые я буду складывать вместе. И затем приклеивать. Клеить буду обычным клеем-карандашом. И опять оставила почти на сутки. Книга высохла. Все приклеилось. Совсем идеально не получилось. Но, как уже показала практика и время, вот сейчас она не совсем ровная. Когда она полежит, она станет ровнее. Это белая бумага. Наверное, она высохнет до конца. Не знаю. Результат мне нравится. Вот здесь можно еще проклеить, намазать клеем. И приклеить этот лист А4 еще сюда. Но я этого делать не буду. Это я заклеила из-за того, что ошиблась. И сделала обложку больше, чем нужно. В итоге обрезала и вот заклеивала. Спереди тоже можно намазать здесь клеем. Приклеить этот лист А4 еще к этой стороне. Книга готова. Книга была с тонкой обложкой, стала с толстой обложкой. Это не урок. Я показываю, что было, что я сделала и что получилось. Книгу ремонтировала для домашнего использования. Ремонтирую разные книги по-разному. У книг разные проблемы. И это уже 21 книга, которую я показала, как делала на камеру. Книга отремонтирована. Теперь можно ее и перечитать. А то я уже и правда не помню, про что она. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была счастливая улитка. До свидания.